МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плачет до рассвета. А может, рядом ждет меня она, И за окном поет ее весна. Бражу один я не спеша, Любовь моя, моя душа. Любовь моя, emergency. Игорь? Да. Это вам. Спасибо. Ну, пойдёмте, пойдёмте. Ну, пойдёмте. Ага. Сейчас. Спасибо. О, здравствуйте. А я вот-вот ножик уронил. Вот, ножик уронил. Здрасьте, Ермола. Здрасьте. Как вы себя чувствуете? Да, прекрасно. Хорошо, я рада. А я, в принципе, вас и жду. В прямом. В каком смысле? Ну, как, в прямом. Я же вам записку написал, ну, помните? И подписал. И, ну, меня ж Илья зовут. Илья Ермола. Здрасьте, а на кого? Илья. Ну да, да, да. А вот, кстати, наш столик. Хорошо. Я буквально на минуточку. Ладно? Сейчас я приду. Светик. Привет. Привет. А ты? Я вижу, ты моего совета послушалась. Молодец. Владец. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Может, присоединитесь? Нет. Вы знаете, у меня здесь тоже свидание назначено. Вот. Ну, приятного вечера тогда. Хорошо? Да. Да. Я вас знаю очень много лет. Да? Да вы что? Тетя Зина часто о вас рассказывает. Боюсь даже спросить, что тетя Зина обо мне рассказала. Много. Много. Разного всякого. А вот вы обо мне ничего не знаете. Так. Светлана, а почему бы в этот прекрасный вечер не выпить бы вина? А? Вы какое предпочитаете? Красный или белый? Мне все равно. Тогда давайте красный. Да. Так. О. Вы знаете, огромное вам спасибо за то, что приняли мое приглашение. Я же просто не знал и не думал. И вот вы здесь. Спасибо. Игорь. Игорь. Ведь вам это не интересно, да? Игорь. Алло. Зина. Это я. Что, Эля, не звонила? Ну нет, я понимаю, что они только встретились. Ну ладно. Хорошо. Будем надеяться, что они понравятся друг другу. Пока. Ну, за встречу. Элечка, давайте анчистоту. Давайте. Меня прийти на свидание вынудила мама. Поэтому я здесь только из-за мамы. Вы же не обижаетесь, ладно? Вы замечательная девушка. Да. Боже мой. Не поверите. Ситуация идентичная. Да вы что? Да? Да тетя все уши прожужжала. Сходи на свидание, сходи на свидание. Да нет, я не хочу. Боже мой. Представляете, как бывает, а? Смешно. Да. Смешная ситуация. Очень смешная. Тогда, может быть, вы ради моего любопытства расскажете мне, кто та красивая девушка, на которую вы все время смотрите. Светлана, а вы знаете, что такое дорога? Нет. Дорога – это экзамен. Экзамен жизни. Дорога – это семья, которой нет. Это романтика, которой слишком много. За ваши глаза, Светлана. А это моя коллега. Коллега? И давно вы ее знаете? Ну, можно сказать, всю жизнь. Ясно. Вот знаете, дорог бывает много. Бывают прямые, кривые, даже круглые. Вот самое главное, чтобы идти по этой дороге. Прямо. Никогда не сворачивайте. Крепко держайте свою пуль. Ну так, может быть, мы поужинаем, выпьем за знакомство? Да нет. Я, пожалуй, пойду. Ну да. Я думаю, что я буду вам здесь мешать. Хорошо? Ну, может быть, вас проводить? Да нет, не стоит. Думаю, здесь вы нужны. Удачи. До свидания. Удачи. Илья, может, вам хватит уже? Да ну что вы, вечер только начинается. Правда? Прошу вас. Спасибо. Мне кажется, уже скоро закончится. Можно я буквально одну минуту? Ну да, да. Хорошо, конечно. Ну что, видимо, твое свидание тоже не задалось? Ну, как видишь. Я понимаю, что сейчас-то все не вовремя. И что для тебя это будет полной неожиданностью? Скорее всего. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь. Сейчас вот как-то захотелось это сделать, мне кажется, я потом уже никогда не решусь. И за что вы меня бросили, Светлана? Сейчас, секундочку, секундочку. Я, простите, там… Простите, ну секундочку, ладно? Сейчас, секундочку. Так, что ты хотела сказать? Да не, не важно. Даже к лучшему. И судьба. Вызовешь мне такси? Подождите, такси, тогда я вас провожу. Это не обязательно. Подождите, Светлана, ну это же… Я-я-я, я провожу, я провожу. Ладно? Я вас догоню сейчас. Официант, что? Ёлки-балки, это же не мой стол. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать. Видишь, Дашенька, здесь я не вижу. Вот она, вот она. Ну что, пойдем спать? Пойдем в крованочку. Пойдем, пойдем, дорогая. Не буду спать, я маму подожду. Мама еще не скоро придет. Ты же большая девочка. Давай не будем ее огорчать. А то она подумает, что с тобой нельзя никого оставить. Вообще отдыхать не будет. Пойдем? Пойдем спать. Мишки спят. Зайки спят. Велочки спят. И Дашулька будет ложиться спать, да? Ну ладно. Только я с открытыми глазами лежать буду. Так мама быстрее вернется. Держи лялю свою. С открытыми еще интересней. Давай, высыпай. А я тебе книжечку почитаю. Славное. Светлана, огромное спасибо за прекрасный вечер. Слушайте, а может это, продолжим? В другой раз. До свидания. Подождите. Светлана, а позвольте меня, позвольте меня проводить. Прямо до двери. Спасибо огромное за заботу. Я сама справлюсь. Подождите. Я отказов не принимаю. Ну подожди. Ну это же как-то не по-кусарски. Тебе девушка сказала нет? Все, домой, спать. Пошли. Давай. Не везет мне сегодня, не везет. А? Ну что же, продолжим? Все, на сегодня тебе хватит. Давай, домой. Спать, спать давай. 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 Открывай. Осторожно. Давай. Молодец. Давай. Оба, оба. Залезай. В голову осторожней. Оба. Молодец. Буду хорошо. Все. Давай. Оба. Пока. Спасибо. Спасибо. Конечно. Так. Обознала, красавица? Спрашивали про меня. Все, успокойся, я тебя прикрою. Все, успокойся. Цветуль, все, успокойся, садись. Садись. Слушай, какая у нас с тобой вчера ситуация нелепая была. Спасибо, что поехал провожать. Не знаю, как бы я без тебя от этого Ермолова бы отделалась. Да не за что. Слушай, а ты когда к папе поедешь? Не знаю, что. Да он мне такую редкую книгу посоветовал по шахматам. Вот завтра выходной у меня будет. Займусь, поблискать. Ага. Может, ты позавтракаешь? Нет, кофейку пообыстрому. Ну-ка, ну-ка, сиди. Я уж поухаживаю. Батюшки. А давай. Так, а тебе как всегда, да? Так всегда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Чем могу быть полезен? Я ищу книгу о шахматах. Автор Рохлин. Вы знаете, вот везде объехал, даже по интернету искал. Ну, никак не могу найти. Я вам больше скажу. К сожалению, вы не там искали. Вот, пожалуйста. Семьдесят первый год издания, вторая дополненная. Ух ты. Спасибо большое. Ты уже не надеялся. Пожалуйста, пожалуйста. Тетя Томочка, можно здесь спрячься? Конечно, спрячься. Здороваться будешь? Привет. Привет. Так. Привет. Привет. Ты Дашку не видела? Нет. А она что, здесь? Должна быть. Да? Да. Ну, поищи. Где же Даша? Даша. Куда же она делась? Да. Тут ее не видно. Здесь ее нет. Даша. Ну, как все прошло в ресторане? Ты мне так ничего не рассказала. Просто катастрофа. Я не то что рассказывать. Я в спина зевыду не хочу. Да ладно. Так, ладно. Дашка, я сдаюсь. Ура! Я выиграла. Ты меня не нашла. Не нашла. Выиграла, выиграла. С меня шоколадка. Давай, раздевайся, садись. И блистай какие-либо журналы. Да дай-то ей что-нибудь поделать. Я не знаю, там, вон, конверты заклеивать. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Дашку надо к логопеду отправить. Ты слышишь, как она разговаривает? А что, плохо разговаривает? Я и не думала об этом. А я вот за тебя подумала. Какая ты молодец. А ты куда намылилась-то? Устраивать свою личную жизнь. Совмещая приятное с полезным. Будем с Андреем подписывать договор о сотрудничестве наших фирм. А, бизнес превыше всего. А я по-другому не умею. Пока. Пока. Мама, можно я тебе помогу? Так, не можно, а нужно. Знаешь что, возьми вот эти конверты и очень аккуратно складывай туда вот эти календарики. Спасибо. Иван Петрович, а я книгу купил. Игорь, ну что? Ой, он спит. Иван Петрович скончался. Папа. Игорь Петрович, а я игорь наш замок показала. А потом на качелях катались. Вместе. Очень хорошо. Ну как ты? Может мне остаться? Нет, все нормально. Ты езжай домой, отдохни. Спасибо тебе. Пойдем, поиграем. Мы же друзья. Давай, держись. Хорошо. Пока. Пока. Да, друзья. Вижу я, как ты на него смотришь, как на настоящего дорога. Ай, ну и вид у тебя, Оля. Жизнь-то поди, с разводом не закончилась. Ну-ка на, вот, накройся. Ты что делаешь? Тоску заедаю. Личной жизни никакой. На работе дурдом. Знаешь, так все раздражает. Хочешь? Не-а. Ты знаешь, Оленька, ты о будущем думаешь. А твой неудачный брак уже в прошлом. Не распускайся. Мужчины эффектных любят. А где они эти мужчины? Ты хоть одного нормального видишь? А ты хотя бы Игоря своего вспомни. Ну, он не идеал, конечно, но... Выбора-то у тебя нет. Игоря? Игоря. Не знаю, мы плохо расстались. Подумаешь. Мужчинам ласка нужна. Каблуки, грудь, осанка и... Вперед, вперед, на бордаж. Думаешь? Да и ну, я уверена. Растает твой Игорь, никуда не денется. А потом, ну, если ты сильно захочешь, я же знаю, ни один мужчина перед тобой не устоит. Ну, это да. Так, быстро. Глазки вымыла, каблук, грудь, осанка. Вперед, вперед, на бордаж. Давай. Ой. Ой. Уснула. Наконец-то. Светка, у меня серьезные проблемы, ты мне как-то прости, что я тебе в такой день говорю. У меня просто, ну, не с кем поделиться. С Андреем что-то? Вот уже второй вечер трубку не берет. Я тебя прошу, не психуй, может, он ехал за город, дома телефон забыл, да все что угодно. Не так все просто. Я на днях перевела очень серьезные платежи на его фирму. Ну, а по нашему договору он должен оплатить очень ответственный тур. И вот до сих пор деньги не пришли на счета наших зарубежных партнеров. Да ты что? Да просто кошмар. Если платежи не придут, то сто человек не заселят в гостинице. Ты представляешь, какой это удар по бизнесу? Мне надо срочно уезжать. Я тебя прошу, не нервничай раньше времени. Мне кажется, это какая-то ошибка. Может быть. Лишь бы он только сволочью не оказался. То он. Я абсолютно уверена, что все в порядке. Не переживай, не накручивай себя. Игорячек, ты где там? Даша, Сыгин. Иди завтракать. Устал вчера. Как Света? Света плохо. Ну, это жизнь. Все мы когда-то уйдем. А я даже, между прочим, внуков у меня не учу. Мам, что ты такое говоришь, а? Ну, разве я не хочу? Да не хочешь ты! Не хочешь ты никаких детей. Ох, опять сухомятку. На, лучше кашу съешь. Угу. Соседка Зина сказала, ты Эле понравился. Несмотря на твои глупые выходки. Ну, зачем нужно было все время на другую пяльце? Я вот не понимаю. Мам, ты о чем? Эле не против, с тобой увидится. Ну, в общем, я сказала, что ты тоже этого хочешь. Мам, мне тоже слишком. Давай мы с тобой раз и навсегда договоримся. Никаких встреч и договоров за меня спиной. Хорошо? Угу. Игорь, здравствуй. Игорь, здравствуй. Привет, Ольга. Ты не хочешь со мной разговаривать? Ты зачем пришла? Я хотела извиниться перед тобой. Ну, это уже в прошлом. Желаю счастья в личной жизни. А нет его счастья-то. Мы с Артуром расстались. Почему? Я поняла, что никогда его не любил. Ой, слушай, у меня там пациенты ждут, у меня работа на данных. Игорь, а мне очень надо с тобой поговорить. Ну и не на улице. Давай встретимся. Ну, давай. Сегодня вечером? Ну, давай сегодня вечером. Игорь. Ой, прости, я тебя испачкала. Ну, все, беги, не опаздывай. Привет. Привет, девчушки. Здрасьте, тетя Тома. Спасибо, Светка, что пришла. Не представляю, в каком ты сейчас состоянии находишься. А тебе еще работать надо. Ты что, с ума сошла, я же должна помочь. Да. Когда летишь? Завтра утром проблемы на месте буду решать. Да, у Андрея фирма гадодневка оказалась. Забрал деньги и свалил гад. Господи, я до последнего надеялась, что он окажется порядочным мужиком. И что все-то какая-то диетическая ошибка. Ничего, прорвемся. Ну что, пожелайте мне удачи. 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 Чуть не забыла. Телефон логопеда. Только сейчас звони, я тебя знаю, ты потом затеряешь. Господи. Возвращаться плохая примета в зеркало. Посмотри. Точно. Угу. Ну, теперь точно все будет хорошо. Пока. 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 Я побежала. Давай. Давай. Алло. Сейчас. Алло. Здравствуйте. Я хотела бы записать ребенка к логопеду. Возможно? Нет. На следующей неделе. Да. Устроит. А во сколько? Пишу, пишу. Да. В шестнадцатом. А какой кабинет? Тридцать. Да. Все. Спасибо. До свидания. Мама, я не хочу к логопеду. Ну, если честно, я тоже не хочу. Свет. Привет. Чего? Знаешь, Оля совсем не изменилась. Такая же открытая, искренняя. Искренняя? Да. Мне кажется, что он совсем глупая. Да. Какая? Хитрая, коварная. Так ты ж ее совсем не знаешь. А может, я сердцем чувствую? А как ты можешь чувствовать человека, если ты с ним не знакома? А? Глупый ты. И в женщинах ничего не понимаешь. Честно? Да мне вообще все равно. Ну, вот и хорошо. Тогда пойду работать. А вот это правильно. Доброе утро. Света. Что с тобой? Света. Игорь Олегович. Света. Сознание потеряла. Игорь Олегович. Никогда на здоровье не жаловался. А тут… Может, беременная? Не говорите глупости. Может, что-то серьезное. Так. Сначала она МРТ с контрастом. Потом КВЛ подключим. Давайте быстрее. Света, Света, Светочка, что ж у тебя в голове-то? Ну да, явно есть новообразование, но здесь нужен специалист. А кто у нас лучший нейрохирург? Профессор Зябликов. Я с ним работала когда-то. Зябликов. Значит, найдите его, пожалуйста. Скажите, это очень важно. Может, он к нам приедет. И очень нужна его консультация. Сделаю. Спасибо. Проходите. Проходите. Благодарю. Здравствуйте, Аркадий Львович. Здрасте. 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 Только что за столом. Скажите, профессор, а что это может быть? Нет, ну так сразу трудно сказать. Анализы нужно делать. Биохимия. Повторный МРТ. Да. Анкомаркер. Ну, эхо сердца, УЗИ. Энцефалограмма. Ну, все как положено. Ладно, не будем беспокоить больно. Ладно? Скажите, а этих анализов будет достаточно, чтобы установить точный диагноз? Ну, возможно. Если останутся какие-то вопросы, приведем ангиографию и возьмем рекордный анализ. Ну, так положение может оказаться достаточно серьезным. Ну, ладно. Все анализы обязаны сразу ко мне. Всего вам до похода. Спасибо, Аркадий Львович. Алло. Алло. Вы думаете ребенка из садика забирать? Даша одна в группе осталась. Немедленно приезжайте. Сад уже полчаса так закрыт. Хорошо. Спасибо большое. Мы продажку совсем забыли. Даша. Ну, это уму не постижим. Я что, тут с тобой ночевать должна? Нет, ну вы не волнуйтесь. Мама придет обязательно. Вдруг у них какая-то операция важная? Даша. Ура! За мной пришли. Привет, принцесса. Привет. Давай иди, рюкзавчок свой возьми, ладно? А вы, простите, кто Даша? Я Игорь Сергеев, друг и коллега Светы. Вот, Дашина мама. Вы со мной разговаривали. Света себя плохо чувствует, поэтому попросила забрать Дашку из детского сада. Хорошо, пусть выздоравливает. Спасибо, спасибо. Даша, иди сюда. Игорь, а где мамочка? А мама должна быть в больнице. Так что мы сегодня пойдем ко мне в гости, а завтра утром ее навестим. Хорошо? Ну ладно. Давай руку. Пошли. До свидания. До свидания. До свидания. Даша, пока-пока-пока-пока. Хай-хай-хай. Мам. А, иду. Как там сын? Что-то серьезное? Ага, а давай я тебе помогу, а? Я сама. Это только маленьким помогает. Я уже большая. Вот умница. А знаешь, между прочим, дядя Игорь просил меня в школу обуть, одеть. Лентяй был. Правда? Да нет, неправда. Ты еще скажи, что ты меня до пяти лет пеленала. Ну, это ж я не помню. Так, хватит болтать. В этом доме нас кормить будут, а то мы с Дашкой очень голодные. Ну, сейчас, сейчас. Идем на стул накрывать. Да. Даша. Дашенька, ну не беги. Я ж тебя заплетаю. Сядь. Кексик возьми. Ну что, вкусно? Да, очень. Какая резиночка красивая. У меня дома еще много резинок. Целый пакет. Да. Вы когда поедете с дядей Игорем за твоими вещами, заодно этот пакетик с резиночками возьмете, ладно? Ну, Игорь, ну что ты все на ходу? Сядь, поешь по-человечески. Времени нету, мам. На шуль поехали. Дашенька, ты, пожалуйста, все проконтролируй. Потому что на дядю Игоря нет надежды никакой. Поняла? Дядя Игорь, дядя Игорь. Да, Дашенька. Вот еще. Мы его Дина чуть не забыли. А Дину чуть не забыли? Давай клади туда. Давай пройди везде как сыщик и проверь, все ли мы забрали. Хорошо? Хорошо. Все? Вот теперь все. Молодец. Пошли. Так, Дашуль, смотри, сегодня у тебя в 16.00 встреча с логопедом. Напомнишь мне, хорошо? Напомню. Молодец. Иди одеваться. Давай. Дашуль, тебе помочь или ты сама оденешься, а? Я все сама одену. Молодец. Все. Здрасте. Здрасте. Нам нужен логопед. Я вас слушаю. Ничего себе. Оля, привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Я вообще здесь работаю. Устроилась поближе к дому временно. А что ты здесь делаешь? А ты? Это твоя дочь? Да нет. Это Даша, дочка моей коллеги, Света. Света болеет, я за девочку приглядываю. И в четыре у нас назначена встреча с логопедом. Ну, тогда сейчас посмотрим. Угу. А я уж было подумала, ну, мало ли что. Дашуль, посиди пока. А когда мы с тобой поужинаем? Ты же обещал? Или у тебя сегодня опять много дел? Оль, ты извини, я как-то все сразу навалилась и… Давай сегодня, хорошо. Я Дашку после занятия тогда отвезу и сходим куда-нибудь. Как тебе такая идея? Мне кажется, просто замечательно. Совсем от меня только. Ну что, Дашенька, давай посмотрим, что у тебя. Не надо смотреть, у меня все нормально. Мама, когда ты уже будешь? Да скоро, не переживай. А пока ты с дядей Игорем побудешь, ладно? Он тебя в детский сад отвезет. А потом вечером заберет и вы поедете к нему. Угу. Мандаринку хочешь? Да. Иди. Держи. Спасибо. Игорь, ты маме своей передай мою благодарность. Я бы Томку попросила за ней приглядеть, но она, как назло, в командировку улетела. Ладно, это все ерунда, ты мне скажи, что у меня с диагнозом. Ждем результатов. Светуль, все хорошо. Все хорошо. Вот тогда побежим, ладно? Угу. А долго ждать? Да нет, недолго. Зябликов звонил, что какие-то дополнительные анализы нужно взять. Так что все хорошо. Все хорошо. Все, Даша, пошли. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Это хорошо. Давай. Все хорошо. Пока. Значит, ты говоришь, не многоту здесь, Алина? Не вернется она больше? Да. Не верю. Хоть и надоело ей ведра таскать, да грязь смесить. Надо с ней привычки только. Верь. Со мной ее счастье. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алинушка, здравствуй. Федя, ну как ты там? Хорошо. Вернее, плохо. Но мне без тебя здесь жизни нет, Алина, ну возвращайся. Я по тебе очень скучаю. Алина. Конечно, ты знаешь, никак не получится. У Игоря проблемы навалились. Ты Свету помнишь? Свету? Ну, да, которая к тебе с дочкой приезжала. Конечно. В общем, она серьезно заболела. А дочку мы на время к тебе взяли. Алина, ну возвращайся скорей, я по тебе очень скучаю. Алина. Скучает. Ну что, как там Дашка, тяжело с ней? Да ты что, Дашка прелесть. Она нашу жизнь просто оживила. Они теперь с моей мамой такие подружки, все время шушукаются. Представляешь, что она маму выдала? Она сожалеет, что у нее не дочка родилась, а то бы она уже внуков нянчила. Ты даже не представляешь, как я по подашке скучаю. Светик, привет. Здрасте. Выглядишь прекрасно. Ну конечно. Позже забегу, подболтаем, Игорь. Нас ждут в реанимации. Все, Святой, мы работайте. Давай. Пока. А, да, Оль, привет. Я не могу сейчас долго говорить, я в операционной. Встретиться? Ну да, конечно могу встретиться. Да, конечно. Сегодня даже? Да, да, могу сегодня. Хорошо? Да, давай, до встречи. Здесь так хорошо. Наше место. Ты пойми меня, я слишком долго ждала, когда ты позовешь меня замуж. И тут появился Артур. Спасибо. Сейчас об этом обязательно говорить? Мне просто очень важно понимать, как ты сейчас ко мне относишься. Не знаю, слишком много всего произошло за это время. Игорь, ты прости меня. Вот так у нас все непросто сложилось. Оль, я рад, что мы встретились и вот разговариваем, но я пока не готов. Я тебя понимаю. Любимый. Я готова ждать, сколько тебе понадобится. Ой, не смотри на меня, я все ночью не спала. Больно, понятно. Пошли, стыдно. Пошли, стыдно. Пошли, стыдно. Пошли, стыдно. Ну как? Отлично. И еще чуть-чуть и будет мой. Сказал, что пока еще не совсем готов. Странно. Раньше он при виде тебя сразу голову терял. А может у него какая-нибудь другая? Никакой другой у него нет. Откуда? Работа, дом, дом, работа. Все. И самое главное, я сейчас совершенно уверена, что по-прежнему для него мисс Мирова. И этого не изменится. Уверена? Поживем, увидим. Татчусь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон